Доброе утро! В эфире Анфас. В студии Николай Анисимов. Для армии топливо синоним прогресса. Без него немыслимая авиация, бронетанковая техника, современные ракетные комплексы. Октановая кровь в стальных артериях вывела машины на совершенно новый уровень. Успех любой военной операции во многом зависит от энергетического потенциала войск. Пусть и не на переднем крае, но в самом сердце армии всегда в боевой готовности служба горючего и смазочных материалов. У белорусских военных энергетиков богатая история. За ней героизм людей, технологические открытия, развитие вооружения. Правда, ни один музей не расскажет всего. Ветераны, военнослужащие, активисты, историки по крупицам собирают мозаику. Сложное и колоритное полотно становления службы ГСМ. Горючее – скрытая энергия боевых машин. Есть горючее. Вся техника в армии приходит в движение. Танки, самолеты, артиллерия. Горючее позволяет скрытую энергию мотору приводить в движение грандиозную технику. Соответственно, и определяется боеготовность и мощь подразделений, частей, соединений и целую вооруженную силу. Без горючего нет движения. Нет движения, нет развития. Служба горючего остается всегда в тени. Но именно служба горючего выполняет ту важную, серьезную задачу, без которой не взлетит ни один самолет, не тронется ни один танк. И вся боевая, грозная техника без службы горючего, без горючего, она просто мертва. Служба горючего как играла свою роль, так и играет. И значительное, в ближайшее время ее значение еще будет увеличиваться. Это однозначно. 9 февраля 1963 года стало судьбоносным днем в истории страны. Первое белорусское топливо наполнило транспортные цистерны. Сегодня в Беларуси ведется добыча нефти и газа на 60 месторождениях. Это современный нефтехимический комплекс, который включает в себя более 50 установок, в том числе и нефтехимию. Поэтому товарная продукция, которая вырабатывается в нашем обществе, реализуется с успехом и на внутреннем рынке. Порядка 60-70% в зависимости от сезона, в том числе и на экспорт. Поэтому мы являемся современным предприятием и на современном уровне подходим к качеству продукции. На современном этапе развития нефтехимического комплекса Беларусь идет в лидерах. Министерство обороны также не встает в этом вопросе. Требования к качеству топлива с каждым годом повышаются. По экологическим стандартам и другим, высокотемпературным, низкотемпературным. Поэтому мы тоже идем в ногу. Держим этот вопрос, так сказать, на пульсе. Интересуемся и участвуем в этом процессе. Военное представительство на нефтеперерабатывающих предприятиях решило вопрос контроля качества топлива для вооруженных сил страны. Наличие на заводе собственной лаборатории позволило проводить детальный анализ горючего для вооружения армии. Оперативность, отгрузки и контроль качества – это важная составляющая поставки нефтепродукта в адрес Министерства обороны. Топливо, которое поступает в вооруженные силы, предъявляются особые требования. Оно проходит на стадийный контроль. И бесспорно, я со всей ответственностью, у меня есть такие полномочия, могу сказать, что это топливо высшего качества. Мы знаем, какую важную роль в нашем государстве несет это ведомство. И подходим к дополнительным мерам для того, чтобы обеспечить высший уровень качества товарной продукции. Вот этот симбиоз, наш контроль качества, плюс еще дополнительный, он гарантирует, что военное ведомство получит в срок тот товар, который им нужен, и с высшим уровнем качества. Гомельская область, поселок Красный берег – сердце топливного арсенала армии. Здесь дислоцируется главная база горючего. Ежемесячно она обеспечивает топливом более 25 воинских соединений, дислоцированных в Могилевской, Гомельской и Минской областях. Тысячи тонн горючего, сотни единиц спецтехники. На трех километрах технической территории размещается десятки хранилищ октановой энергии. Такие стальные хранилища вмещают в себя 5000 километров топлива. Это 100 железнодорожных цистерн или 1000 топливозаправщиков. Объемами только одного такого резервуара можно заправить около 100 тысяч легковых автомобилей. А это целый город. Емкость базы составляет 93 тысячи метров кубических. Это в основном запасы для вооруженных сил. Каждое топливо имеет свой ресурс хранения. Свежее топливо у нас хранится до определенного момента. Далее оно выдается для обеспечения войск в мирное время. Опыт войн, вооруженных конфликтов, нынешние конфликты в Сирии, Ливии показывают, что наличие горючего – это основа успеха любой армии. Вооруженные силы Республики Беларусь в настоящее время имеют все необходимые запасы горючего. И поддерживают их в необходимых количествах и в надлежащем, конечно, качественном состоянии. Стандартная столичная заправка. Несколько колонок, выбор топлива, диспетчер. Наполняем бак по мере финансовых возможностей и зеленый свет. Армейская заправка схожа с гражданской. Правда, автолюбитель пополнить бензобак здесь не сможет. Это закрытая территория воинской части. Отличие лишь в отсутствии магазина и вместо банковской карточки – путевой лист. В каждой воинской части есть свой пункт заправки. Определен командиром части порядок заправки и время заправки техники горючим. Автомобиль подходит, оформляются необходимые документы, осуществляется заправка техники, и водитель убывает для выполнения задач. МИГ-29 – многоцелевой истребитель, состоящий на вооружении военно-воздушных сил. Высокая маневренность, способность атаковать противника ракетами средней дальности, вести ближний бой. Несомненные достоинства авиационного комплекса. Вес самолета почти 11 тонн, максимальная взлетная масса – 18,5. Топливная система состоит из пяти фюзеляжных и двухкрыльевых баков, общей емкостью 4,5 тонны. Также возможна подвеска одного дополнительного и двухкрыльевых баков, общим объемом 2,5 тысячи литров. Процесс заправки быстрый, топливо со склада поступает на пункт заправки георгийно-авиационной по трубопроводу, который у нас заглублен. Самолет находится возле заправочной колонки, пристыковывается на конечник закрытой заправки, включается насос и заправляется самолет, только в большом количестве. Перед тем, как пройти систему очистки, топливо должно отстояться несколько часов, чтобы ненужные примеси оказались внизу резервуара. Далее три этапа фильтрации и отбор топлива для анализа. Лаборант должен убедиться в отсутствии примесей и воды. Как только результаты диагностики подтверждают качество, керосин попадает в следующий резервуар, где отстаивается не менее часа. Заключительный этап по трубопроводу в заправочные агрегаты, а затем в баке воздушных судов. Контроль качества авиационного горючего очень высокий. Ошибка равноценна катастрофе. Ведь если поломку автомобиля на дороге устранить можно, то в воздухе припарковаться не получится. Если сравнивать с автомобильным топливом, то авиационный керосин проходит не в 3-4, а раз в 10 больше мероприятий по контролю качества, прежде чем его допустят на применение летательным аппаратом. И помимо авиационного керосина, то же самое касается еще авиационных масел, смазок и специальной жидкости. Меры безопасности там намного выше, чем при эксплуатации наземной техники, в том числе и по контролю качества горючего. В 2015 году специалисты службы горючего и смазочных материалов впервые отработали дозаправку самолета Ан-26, совершавшего посадку на трассе М-1. Подобная практика для службы ГСМ не в новинку. В арсенале опыта штурмовик Су-25, истребители Су-27 и МиГ-29. Оперативность, мобильность, профессионализм. Три кита, на которых строится работа военных топливозаправщиков. Развернуть оборудование и осуществить подачу топлива на все несколько минут. Работа проделана блестяще. Топливозаправщик с авиационным горючим находится в готовности, и после посадки самолета на аэродромный участок дороги он в короткие сроки подходит к воздушному суду и заправляет его уже проверенным кондиционным горючим. На заправку выделяется совсем немного времени, поэтому все делается очень быстро и оперативно. В 2015-м стартовала программа перехода вооруженных сил на стандарт Евро-5. Теперь вся военная техника оснащается новым топливом, что в разы повышает ресурс двигателей внутреннего сгорания, значительно уменьшает загрязнение окружающей среды. Вопросам экологии в Министерстве обороны уделяют повышенное внимание. Белоруссия ОБСЕ в 2015-м году подписали меморандум об утилизации запасов жидкого ракетного топлива. Реализация международного проекта позволит уничтожить компоненты данного вида горючего за территории государства. Это весомый вклад в сохранение природного потенциала страны. В вооруженных силах Республики Беларусь в настоящее время имеются на хранении компоненты ракетного топлива, это окислители, горючие. Они не находят применения в вооруженных силах и имеется необходимость в их утилизации. Так как ракетное топливо довольно агрессивное, довольно токсичное, представляет опасность не только для экологии, но и для граждан. Вместе с тем существует ряд других угроз стихийного характера, и это в первую очередь, конечно же, пожары. Июль 2015 года. Полесье окутано плотной дымовой завесой. Горят торфянники и леса. Стихия бушует под землей, локализовать пожар крайне сложно. Как оказалось, побороть огонь могут только военные, уникальная техника и профессионалы высокого класса. Развернув резинотканевый трубопровод и перекачивающую станцию, специалисты базы горючего забирают воду из озера и подают в магистральную сеть. Попадая в очаг возгорания, она ликвидирует пламя. Наиболее ярким примером использования полевых магистральных трубопроводов для подачи горючего явилось обеспечение боевых действий ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Потому что потребность войск в горючем была очень велика, и подвоз его автомобильным транспортом не обеспечивал полностью все действия вооруженных сил. Сложность была, конечно, с горной пустынной местностью. Но трубопровод развернутый был быстро. Что трубопровод дал? Во-первых, он дал повышенную производительность по использованию горючего. И второе, он сохранил жизнь очень многим людям. И в мирное время, и для обеспечения народного хозяйства могут применяться подразделения службы горючего. Примером этого могут служить обеспечение водой Крыма в Российской Федерации. Также вода подавалась при ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Большие пожары в Российской Федерации, где также применялись трубопроводные подразделения с развертыванием полевых магистральных трубопроводов для подачи воды и ликвидации пожаров в Подмосковье, Смоленске, в Сибири. Обычная химическая формула – ЦН-ХМ. А сколько возможностей она открывает тем, кто владеет черным золотом? И главное здесь не только количество и качество самого ресурса, а мощь, воплощенной в нем энергии, которая в умелых руках вершит великие дела. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анизимов. Мирного неба вам и до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!